Давайте рассмотрим создание таблицы, но перед этим рассмотрим правило именования. Например, мы можем писать имя таблицы. В таком плане можем использовать знак доллара, но не можем начинать имя со знака доллара. Можем использовать символ подчеркивания, и можем начинать с символа подчеркивания, и можем его помещать еще где-то. Если мы хотим разделить пробелами, например, user, например, one, то для этого нужно использовать кавычки. Далее, нельзя использовать ключевые слова, например, table, ключевые слова, tsql, но если вы этого хотите, можете их брать в скобочки, тогда можно создать такое имя. Далее, для того, чтобы создать таблицу в базе данных, нам нужно написать сначала подключение к нашей базе данных, use test1, то есть просто тест, то есть мы используем или подключаем нашу базу. Но, если мы здесь графически нажимаем на базу и нажимаем new query, то мы по умолчанию делаем use. Рассмотрим пример создания самой таблицы в этой базе данных. Причем интересно, что мы можем создать до 2 миллиардов таблиц в одной базе данных. Окей, мы создали. Мы написали и можем, например, выполнить. Теперь у нас поместилась таблица в эту базу. Обновим, посмотрим. Вот у нас есть customers таблица. То есть, что мы пишем? Мы пишем создать таблицу create table, дальше название, и в скобочках перечисляем поля, которые должны быть через запятую. Здесь id-int, h-int, first name nvarchar и так далее. Здесь nvarchar, здесь просто varchar. Мы в будущем разберем, в чем разница. Вот. Окей, мы создали таблицу. Что мы еще можем делать? Мы можем удалить эту таблицу. То есть, это просто схема, мы ее выполнили, таблица есть. Как нам удалить? Удалить, конечно же, отсюда можно, либо написать drop. Drop, мы писали уже drop that base. Теперь можем написать drop table и написать какую table. В данном случае customers. Так, с какой таблицы? Давайте попробуем. Пишет, что успешно, хотя здесь не видно. Обновим. Нет. dbo.customers. Нет, она видит только dbo.table1. Интересно. Так. Invalid object name. Интересно. Почему-то мы не можем удалить. Окей, давайте попробуем удалить table 1. f5. Обновляемся. И почему-то... Да, почему-то здесь не хочет обновлять. Странно. Давайте отсюда попробуем удалить. Отсюда тоже почему-то не удаляет. Ну, видимо, какая-то ошибка. Не знаю. Окей. Что мы еще можем сделать? Мы можем переименовать. Давайте подключимся к нашей базе. Мы можем использовать нашу базу, либо подключиться, как мы подключились, и написать exec. 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 sp. Rename. И дальше пишем в скобочках. так, так как у нас сейчас нет таблицы, давайте создадим какую-то таблицу. column name, name, окей. Создали table 1, пусть будет. и переименуем нашу таблицу. И переименуем нашу table 1. Через запятую на просто таблицу. И точку с запятой в конце. Смотрим. Отлично. Прошлое обновилось, удалилось, а table 1 создалось. просто table 1. Стало. Отлично. 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 Продолжение следует...